Друзья, я всех приветствую. Меня зовут Алексей Тарасов и я являюсь преподавателем центра специалист. Центра, в котором огромное количество курсов и если вы посмотрите расписание и перечень, вы наверняка найдете для себя что-нибудь интересное. На сегодняшнем видео, сегодняшнем занятии мы будем говорить о том, как построить арест-сервис на Симфоне. Естественно, мы не сможем охватить 100% аспекта построения сервиса. Да, это было бы невозможно за 45 минут. Но обсудить основополагающие вещи и сказать, как это будет устроено на Симфоне, это мы сегодня, конечно, затронем. Ну, пару слов со всем рекламы. Я давно уже работаю почти 9 лет в центре специалисты и являюсь сертифицированным преподавателем. Веду курсы по веб-направлению и в том числе все 5 курсов по PHP. Первые базовые, три курса, включая третий объектно-ориентированное программирование. Прошу, здравствуйте, проходите. Приветствую вновь подключившихся слушателей. Максим, Ольга. Веду четвертый уровень PHP, это шаблоны проектирования. И веду курс пятый PHP. Этот курс посвящен вот такому классному фреймворку Symfony. Я знаю, что у нас присутствуют на занятии слушатели, которые только-только завершили третий уровень PHP. И мы говорили объектно-ориентированное программирование. Так вот, я специально для них хочу сказать, что Symfony это один из топ-3 классных фреймворков, или проще другими словами сказать, конструкторов, на основе которых очень многие разработчики строят свои сайты и приложения. Не с нуля пишутся объекты, они пишутся обычно под прикрытием какого-то фреймворка. И вот Symfony это тот фреймворк, который в свое время выбрал я. Ну и соответственно по нему сегодня будет наш вебинар посвящен. Пару слов о том, чем мы будем заниматься и что есть что для тех, кто возможно вообще первый раз. Ну, во-первых, что мы будем поднимать под рест, ну что такое вообще рест. Существуют различные схемы построения сервисов. И так называемых прикладных программных интерфейсов, то есть API. На курсах мы недавно, буквально вот на прошлой неделе, да, на этой даже неделе мне подсказывают, мы рассматривали, например, как строятся сервисы на SOAP. В SDL файлы разбирают все такое. Помимо SOAP есть еще парочку классных архитектур для построения сервисов. Это REST, это GraphQL. Ну, GraphQL я еще пока не созрел проводить по нему вебинар. А вот про REST сказать что-нибудь очень бы даже хотелось. Если в двух словах, то вы создаете на своем сайте точки входа. Это какие-то URL, урлы, обращаясь на которые при помощи HTTP запросов всех возможных Get, Post, Head, Put, Patch, Options, вы выполняете какие-то действия. Вот, например, запрос методом Get на один и тот же URL приводит к тому, что он заставляет сервис, а сервис знает об этом, показать какую-то информацию, вернуть какую-то информацию. Ну, например, если мы хотим создать такую часть API, которая будет возвращать у нас все книги из нашего набора, мы просто строились с слушателями, интернет-магазин книжный, поэтому я все время буду примеры из этой сферы приводить, то этот URL будет называться Books. И обращаясь к нему методом Get мы будем получать книги. А если на тот же самый URL мы отправим запрос методом Post, то книга будет создаваться новая. И это обычно сопровождается такой характеристикой, как стейтлесс API или, проще говоря, сервис, или, проще говоря, архитектура, которая основана на отсутствии и хранении состояния. То есть, если проводить аналогию сессиями и скуками, например, то здесь ничего-то удобного нет. Мы каждый раз с нуля делаем запрос на какой-то URL, и, в общем-то, это было признанно давным-давно удобной архитектурой для работы. Правда, потом было признанно, что GraphQL еще круче, но еще раз, сегодня тема ареста. Ну, а Symfony, я уже сказал, это топ-3 фреймворк, курсы, по которому я веду, в ближайшем формате открытого обучения у нас стартует уже послезавтра. Если вы сомневались и не знали прийти на него, то вот у вас есть шанс уникальный. Если еще продолжаете сомневаться, то подумайте, послушайте сегодняшний наш вебинар. Вот, проведите, собственно, небольшие обзоры и решите, какой из фреймворков вам больше по душе и уже с него начинайте. Итак, давайте поговорим о тех ингредиентах, которые нам понадобятся для работы. Во-первых, нам понадобятся PHP-версии выше, чем 7.0. Я бы рекомендовал начинать работу с 7.1, а в идеале вообще использовать 7.2 или 7.3. И также я предполагаю, что у тех, кто будет пересматывать эту запись или стараться выполнить те действия, которые мы в ней выполняем, у вас подключен, установлен и настроен компосер. Если кто-то с компосером не сталкивался, это не страшно, после сегодняшнего занятия будет уникальная возможность заняться. Для тех, кто хочет яро узнать, что это такое, это очень удобный инструмент, который позволяет устанавливать дополнительные зависимости, то есть дополнительные части приложения, компоненты, с такого сайта, как packages.org. Ну, в общем-то говоря, проще. Это общее хранилище всех пакетов или большинства пакетов по PHP. Как вот у джаваскриптеров есть npm всякие там, так вот у нас у PHP-шников есть packages.org. И там при помощи композера можно установить все пакеты, которые нам могут каким-то образом понадобиться. Итак, я хотел бы забраться теперь уже поближе к своей консоли. Сейчас проверим, как там, хорошо ли она видна или не очень. Тем, кто в аудитории сидит, комфортно смотреть на такую консоль или сделать покрупнее, посветлее? Нормально? Товарищи вебинаристы, просьба к вам написать плюсик, если консоль видна норм, или минусик, если все-таки стоит масштаб увеличить или сделать тему светлой. Спасибо, слушатели вебинара и слушатели в аудитории экономят у меня драгоценнейшие секунды. Это означает, что можно приступать к дальнейшей работе. Итак, первым делом я нахожусь в папке domains. моего open server. Я не сказал об этом ранее, но я буду работать под прикрытием OSPanel, open server, который версии 5.3 и из настроек у меня Apache 2.4, версии PHP 5.7, 2.64 и MySQL версии 5.7. Почему я пользуюсь open server, до сих пор эта штука меня очень сильно выручает, позволяет быстро переключать версии PHP, MySQL, Apache, в общем, я в него влюблен, не скрывая этого. Соответственно, мы можем посмотреть версию PHP вот таким вот образом. Сейчас у меня стоит версия 7.2 и я хотел бы посмотреть, какая у меня версия еще компосера. Вот у меня сейчас компосер стоит в версии 1.8.6. Вот с таким набором я приступаю к работе. Итак, первым делом мне нужно будет сейчас установить так называемый скелетон приложения на Symfony. Первый раз, когда я услышал слово скелетон лет 6-7 назад, правда в отношении Zen Framework я немножко был озадачен. Сейчас сейчас озадаченность снята, я хочу, чтобы у вас этой озадаченности не было. Скелетоном называется каркас для начала работы с приложением. То есть, если хотите в Symfony работать, можно установить каркас приложения. Не с нуля писать там каждый класс. Соответственно, мы здесь забираемся в композер, говорим Create Project. И говорим, что мы берем Symfony Skeleton, а также мы должны указать название нашего будущего хоста, который будет находиться в папке domains нашего open сервера. Я сегодня заранее просто решил, что он будет у меня называться MyArrest. И я запускаю установку. Слева мы сейчас должны обнаружить, что действительно создалась новая папка MyArrest. и там будет установлен вот этот вот наш скелетон. Обратите внимание, происходит загрузка из паккеджа Storg всяких разных компонентов, которые завязаны на этом скелетоне. Пусть вас не смущает их обилие, разные названия, ответственности зоны. Предполагается, что мы можем и не знать всех подряд компонентов, которые будут нужны. Но вот они устанавливаются. Внутри MyArrest мы можем сейчас вот здесь вот обнаружить, во-первых, папку Vendor. Я на курсе говорил, и тех, кто не был на курсе, тоже еще раз могу сказать. Папка Vendor обычно содержит все компоненты, которые разрабатываются не нами, а разрабатываются сторонними разработчиками. Пока я увеличивал, тут у меня установка до прошла, и теперь структура моей папки выглядит вот так. У меня вот здесь вот находятся конфигурационные файлы различные. Паблик – это корневая папка сайта, где находится индекс PHP. SRC содержит мои собственные классы и компоненты. Ну а папка Vendor содержит что? Сторонние компоненты, там, если посмотреть, вот есть автолот, вот он есть Symfony. Это еще что такое? Нет, спасибо, не хочу загружить нового конца. И, в общем-то, я готов к дальнейшей работе. Теперь, я забираюсь в папку Moist. Обратите внимание, вот здесь у меня уже в скелетоне был создан Composer.json. Это файл с указанием зависимостей. И я могу прописать туда нужные нам компоненты, а могу их по одному устанавливать вот здесь. Когда я думал, как лучше на сегодняшний вебинар провести, я подумал, что лучше я их буду устанавливать перед вами поштучно, чтобы мы могли успеть поговорить, какой из компонентов что делать. Итак, первый компонент, который нам понадобится, и мы его включим, это компонент под названием сервер. Эта штука позволяет нам при острой необходимости избавиться от OpenServer и запускать наше Symfony приложение, скажем так, прямо из консоли. Многие разработчики любят и делают так. Поэтому мы, на всякий случай, эту штуку установим. Итак, первый был у нас сервер. Следующим шагом мы установим... Так, я буду каждый раз подчищать, чтобы у нас так вот красиво было. Мы установим Annotations. Annotations. Да, вот так. Что такое аннотации? Есть такая классная штука в PHP, которая называется... Забыл, как она называется. В общем, инструмент... А, вспомнил. Reflection. Инструмент для изучения чужого кода или, может быть, своего кода. Вы можете использовать специальные классы, которые заходят в PHP файлы, читают комментарии, описание методов, классов, и на основе этого делают какие-то выводы. Конкретно нам аннотации сейчас нужны, чтобы мы могли у наших функций в контроллере написать вспомнигательные комментарии, которые называются аннотациями. А Symfony подхватила эти комментарии и использовала уже именно в наших целях какие-то ограничения или назначения делать. Итак, мы говорим Composer Require Annotations. Я забираюсь в папку Vendor, вот сюда в Symfony. И по-хорошему мы здесь должны сейчас найти фреймворк Extra Bundle. Пару слов о том, что такое бандлы в Symfony. В Symfony бандлами называются такие компоненты, которые решают какую-то проблему. В данном случае вот эта проблема решается при помощи фреймворка Extra Bundle. Он установился в папке Sensio. Компания, которая разрабатывает Symfony, курсы ведет, сертификацию. Вот он, этот компонент. Следующий нам нужно будет установить компонент, который носит такое трудно произносимое название. Это GMS Serializer Bundle. Ну, мы помним, что есть такая штука, как Serialize, Anserialize. А это специальный компонент, который отвечает за сериализацию. Ну, когда к занятию готовился, я прочитал, что, в принципе, это не самый суперклассный сериализер, потому что существуют и разные другие. Но, тем не менее, в моих тестах он показал себя неплохо, меня это устроило. И, в общем-то, мы его сейчас вот здесь вот уже, я вижу, установили. Вот он. Обратите внимание на то, что возникает сейчас у меня в консоли. При установке он у меня спрашивает, вы хотите выполнить этот рецепт? Понятие рецепта тоже в Symfony, но специфическое. Оно означает, что есть какой-то кусочек кода, который может или должен быть выполнен, если вы захотите, и примениться к вашему проекту. Вы обратили внимание, что на предыдущем шаге этих штучек не было, а сейчас попросился. Так вот, именно для GMC нам нужно сказать, что yes, да, мы хотим выполнить рецепт, потому что этот компонент, он не разработан, скажем так, разработчиками команды или не является официальным пакетом. Поэтому мы говорим, да, есть, все, он установился. Предпоследний шаг, который нам нужно сделать сейчас на этом моменте, это установить, пожалуй, самый главный здесь, Bundle, Friend, Sof, Symfony, Rest Bundle. Это непосредственно самая важная штука, которая будет у нас поддерживать HTTP методы и связывать эту работу с контроллерами. и последний, давай, 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 скорее, да, вот он появился, и последний, который пакет нам нужно тут будет установить, кстати говоря, ну, здесь не нужно пакет, здесь не нужно рецепт выполнять, это будет генератор, Composer Require генератор. В общем, это самая неважная здесь штука, генератор. она позволяет автоматически создавать классы контроллеров. Когда нам вдруг понадобится, мы можем быстренько создать класс контроллера, и на этом как бы наша работа будет выполнена. Так, для тех, кто, возможно, мог потеряться, мы с вами разобрались с тем, какие нам компоненты нужны, ингредиенты, и мы переходим к следующей части, это настройка точки входа. Напомните, какую тему мы взяли для работы. Помните, я что-то говорил про книги. Мы типа опять связаны с книгами, мы хотим создать точку входа, такую, чтобы была после сайта slash books, и мы видели, например, описание книги, или там какое-нибудь сообщение в формате JSON-а, хотя РЕС предполагает, что вы в любом формате можете данных за все. поскольку мы с вами создали генератор, мы можем выполнить в консоли прямо вот такую вот команду phpbinconsole makecontroller. О, для большинства здесь сидящих возможно это будет что-то новенькое. Давайте разберем по кусочкам. Первое, php, ну это знаете, это сам интерпретатор. Второе, binconsole. Вот эта штука является частью отчасти компонента под названием symphonyconsole. То есть мы на занятиях вообще ни разу не использовали. А когда вы работаете symphony, она существует. И там таких команд bin slash console или что-то еще slash что-то еще целый вагон. А конкретно команда makecontroller позволяет создать нам отдельный целый что контроллер на нашей странице. Ну, для тех, кто опять же не знает, что такое контроллер быстро-быстро это класс, методы которого связываются и сопоставляются в URL, на который мы в страницах обращаемся. Итак, давайте создадим первый контроллер. Он спрашивает, выберите имя для вашего контроллера класса. Не буду слишком в итоге оригинален. контроллер. Скажу, что у нас будет букс-контроллер. Он говорит, супер SRC-контроллер букс-контроллер PHP у вас создан. У нас уже букс-контроллер создан, друзья. Это хорошая новость. И теперь во-первых, надо посмотреть, где он там создан. Я при помощи любого первопроизвольного текстового редактора открываю нашу папку. В данном случае это папка REST. Захожу в папку SRC, в папку контроллер. И что же мы здесь видим? Посмотрите, пожалуйста, что создал наш бандл генерирующий контроллеры. Он говорит, у вас есть класс букс-контроллер. Если вы сейчас обратитесь к адресу букс, то у вас сработает вот этот вот метод. И здесь вернется частейший JSON, в котором будет написано message welcome to your new controller. Фактически вот он нашу весь арест есть. Давайте посмотрим, что у нас получится, если мы попробуем запустить его не из open-server. Open-server живи, но я хочу на отдельном порту запустить сервер именно symphony, который мы устанавливаем компанию. запускаем этот сервер, и он говорит, окей, вот по этому адресу у вас сейчас работает отдельный URL. Давайте посмотрим, что там есть. О, у меня установлено symphony. Но это еще не вся радость. я обращаюсь вот сюда к адресу books, говорю enter, а он мне выводит. Посмотрите, пожалуйста. Так, еще раз. Это что такое? Это у нас JSON. То есть все, вот у нас сопоставление URL-а с какими-то данными оно у нас есть. Что вы туда поместите, как вы туда поместите, что вы там еще будете делать, это вам решать. Главное, что у вас есть связка. Конечно же, мы можем с вами протестить и не только вот таким вот образом. На самом деле, когда создаются арест сервисы, надо тестировать свои точки входа, не только при помощи браузера, потому что браузер обычно по умолчанию может только два метода обрабатывать. Какие? Вспомните. GettyPost, верно, точно. Поэтому нам понадобится неплохо было бы установить какое-нибудь расширение, прошу проходите, которое могло бы нам сыграть хорошую роль в тесте. Поэтому я забираю сейчас в интернет-магазин хрома и заранее нахожу такой классный плагин, как RESTLECT CLIENT, RESTLECT API TESTING. Эта штука очень классная, она помогает слать GetPost, HeadOptions, всякие разные запросы. В общем, хватит слов, больше дела. Запускаем это расширение. И у нас здесь справа должен сейчас показаться значок, в котором у нас появился значок. Теперь, когда значок появился, я запускаю это расширение. Оно просит залогиниться. Мы понимаем, что логиниться мы не хотим. Мы хотим использовать без аккаунта работу с одним клиентом. И вот посмотрите на эту красоту. Я не знаю, радостно вам ли сейчас или нет, но должно быть радостно. Потому что это что? Это клиент для тестирования Resta. Теперь я забираюсь вот сюда и говорю, хочу GetZapros отправить на Bux. Он мне говорит, окей, месседж welcome to your контроллер. То есть GetZapros у меня прошел и мы получили нужный результат. Мы не останавливаемся. говорим, что если пост? Tdins он говорит, все нормально. И тут я теряю самоконтроль. Я говорю, что если put? Tdins он говорит, тоже нормально. И тут я говорю, что если head? Head Tdins он говорит, но контент. И если сейчас кто-то забыл, что head никогда не содержит тело ответа, запаниковать люди, но у нас head никогда не содержит ничего. вот такие вот дела. Но конечно же это круто, но как насчет ограничить количество методов? Вот я например не хочу, чтобы у меня были обрабатывались методы какие-нибудь типа там head или там options или там patch, но вот не хочу. Или мне в техническом задании написали, что их нельзя. Что нам в этом случае делать? поскольку мы с вами нужный bundle установили, он называется Friends of Symphony bundle, то мы можем немножко подизменить немножко содержимое. Сделаем следующим образом. Скажем, что у нас force rest bundle вот так вот будет контроллер annotations браться как root 1 так force rest bundle окей а че за ошибка? Пока что не вижу какая ошибка annotations правильно написано одна проблема в этом файле сохраним пока не вижу какая проблема теперь я беру вот этот вот root друзья мы вот смотрите вот проблема ведь тут root и тут root я сразу обнаружил окей давайте назовем ее rest да все нормально ошибки нету именно здесь скажем rest slash get вот здесь будет books вот тут мы скажем get books и вот тут мы скажем так чтобы сильно не мучиться это будет что тоже get books а теперь легким движением руки я дублирую этот метод и обращаюсь к нашим слушателям те которые находятся в аудитории те кто находятся у нас на вебинаре get метод будет отрабатываться у нас вот здесь а какой метод вы хотите отработать тут но только михер пост патч options delete вот любой пост ну что ж давайте пост окей так пишется вот так вот здесь мы напишем чтобы они названия методов отличались вот так вот так да вот здесь вот вот call или даже не просто вот колодок конец метод пост метод и поскольку я честно вам признаться я надеялся что кто-то скажет не только пост но еще что-нибудь ой я вот тут добавлю метод который ну вот и там патч патч вот так патч почему потому что не знаю всяком случае когда первый раз я создавал резку такие подходы мне было безумно интересно как фреймворки ну get post понятно обрабатывают они другие методы обрабатывают и когда я узнал как они именно обрабатывают в общем сейчас сами увидите так и вот здесь вот мы скажем что тут будет патч окей теперь когда так где ошибок все нормально да так 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 ага теперь смотрите что я делаю я забираюсь врез client и вот здесь вот говорю отправить get тэдэнс он не что говорит то же самое теперь я говорю отправить put тэдэнс он мне пишет что 405 метод нот allow то что мне не разрешает его я говорю окей что он насчет поста отправить на один тот же юрл правильно он говорит колок пост метод круто потом я говорю давай там патч тэдэнс он говорит патч метод вызвался да то есть он отрабатывает и так же если я этот открою запрос вот здесь вот у меня сейчас get отрабатывается я могу попробовать отправить каким-нибудь другим методом именно из самого тела конечно я не могу отказать себе в удовольствие показать вам как оно изнутри на самом деле работает поэтому делаю бесстыдство вскрываю тайны метод вот тут не пишу говорю что у меня есть формочка она отправляется на этот же адрес а вот тут что вот тут input type hidden вот здесь input type submit name равняется value равняется вот тут буду писать метод вот так вот с подчеркиванием а вот тут буду писать например патч потому что пост мы просто можем написать а вот патч делит мы не можем написать и оказывается при помощи вот такой хитрой штуки разработчики на фреймворках обходят проблему с построением реста ну давайте проверим как оно работает и говорю отправить эх кажется я я не сохранил свою форму да конечно я сейчас пострадал я какое-то из названий неправильно указал поэтому он у меня не успел посмотреть ну и в общем-то не отработал так как нужно было ну что дубль 2 я так хочу это показать что ссоре конечно что у меня не с первого раза прошло так вот здесь вот говорю еще раз а здесь я не говорил то может быть эта проблема стала так это у нас type hidden ops name равняется подчеркивание метод вы равняется патч так так а здесь вот у нас input type ну в этот раз я буду более осторожен я скопирую вот этот кусочек кода вот так вот control c а там без разницы это же чтим опять экономлю минили секунды экономлю раз смотрите видите да в общем прошлый раз была проблема я выяснил в чем я прошлый раз вот здесь вот метод пост не указал дело в том что разработчики чтобы в адресной статье ничего не появлялось они говорят пусть всегда будет в форме метод пост а вот здесь уже вы будете писать какой-то метод и вот таким образом обходится проблема с отправкой запросов именно из html вот на подобные вот рест фрагменты так ну что вообще-то мы с вами сейчас и вот этот вот слайд тоже переварили мы сделали контроллер мы сказали что букс доступен теперь вот по такому вот адресу и можно там что-то смотреть остается последняя такая важная и главная штука это как работать с базой данных дело в том что те кто работают симфон они обычно вручную не делают ноискваля иконнекты там все остальное они используют такой мощный инструмент как доктрину это то что называется Object Relation Mapping или если говорить по-русски у вас есть база у вас есть таблица у нее есть поля и вам хочется очень быстро на основе этих полей получить класс со свойствами а на основе класса со свойствами например получить таблицу не заморачиваться не писать там руками create table фу это долго и вообще можно ошибки допустить в этом случае я остановлю сейчас наш dev server и установлю вот здесь вот нашу доктрину доктрин доктрин устанавливается достаточно быстро после того как она установится пусть она там в фоне работает у нас вот в этом вот в этом файле он называется инв кто помнит как это расшифровываться может инв даже есть супер глобальный массив содержащий подобные вещи вот отсюда environments помните да окружение вот здесь вот есть всякие вспомогательные настроечные вещи вот у нас сейчас написано что наше приложение работает в dev режиме секрет приложения вот такой то а снизу вот только что у вас на глазах появилась строка описывающая что работу с сервером базы данных mysql по умолчанию db user db password это шаблонная стандартная строчка которая нас ни к чему не обязывает мы можем забраться туда и что сделать и поменять любые вещи которые там есть но я же знаю что у нас время будет очень мало поэтому я приготовился и чтобы в самом приложении ничего не менять я сейчас в mysql создам нового пользователя вот такой вот команды посмотрите пожалуйста крей юзер получше видно было опс микро create user db user localhost identify with mysql native password db password то есть я специально намеренно сэкономил время и вот эти настройки взял готовые обратите внимание на один немаловажный факт я сейчас работаю с mysql 5.7 а некоторые из вас уже перешли на mysql 8 я дома тоже подрабатываю на mysql 8 так вот если вы работаете на mysql 8 надо использовать обязательно указание работы с нативным драйвером по установке пароля если вы этого не сделаете symphony потребует от вас еще дополнительных действий поиском в нете и так далее я первый раз когда без этой штуки сделал я очень долго промучился потом плюнул вернулся и создал пользователя вот именно уже с вот такими настройками ну и соответственно мне нужно сказать что у этого пользователя будет что обратите внимание все права на базу остается саму базу создать create database database дальше дебильный раз show databases мы видим что база дебильным у нас есть и готова к работе а значит нам пора переходить вот сюда и сейчас начинается у нас сколько там здесь минут остается сейчас начинается на мой взгляд самое интересное мы создаем сущность для работы с базой смотрите как это делается php bin console уже говорили сегодня об этом потом а вы говорите make entity make entity entity дружище он так не говорит но я так думаю что он хочет мне сказать назови имя твоего класса игру нормально я назову класс books книги он говорит у тебя создана класс books у тебя создана класс books репозитори но books будет хранить свойства которые сейчас сам задам вот здесь вот пробуйте а букс репозитори это класс который будет используя books подключаться к базе и выполнять нужное действие какие ты хочешь чтобы были свойства я говорю окей я хочу чтобы было ICBN чтобы ICBN был стринговый чтобы у него было не скажу сколько ну пусть по умолчанию будет 255 символов и что у него если но ну-ка поле бину может быть это поле ну да может это будет будет может еще хочешь свойства конечно он занятие делали свойства title строка 255 не ну а еще какой-нибудь хочешь какое у нас еще там было свойства у нас был автор например автор строка 255 потом у нас был жанр я сейчас не буду я скина честно корень готовился прайс однозначно прайс это будет у нас что блин это по идее не должен быть интеджер хотя дсмл да дсмл сколько пресешен будет у нас по умолчанию 10 ок сколько у нас знаков будет 2 вы это будете ну ну лайбл нет ну какой-нибудь еще одно свойство у нас там был пабье это год издания пабье дата тайм минул и мне уже настолько надоедает это все создавать окей все хватит ну говорит все у тебя все сделано теперь я забираюсь в наш срси вот сюда и говорю эндити покажи что у тебя есть посмотрите какой он класс создал класс букс правит айди правит аси бен правит тайтл правит автор нужные комментарии в стиле пич пидока прайс все дела куча методов сеттеров и геттеров вы посмотрите какая красота это ничего вручную не надо писать это работает как шаблон и навсегда теперь же надо как-то это в базу превратить соответственно я забираюсь в консоль опять только вот сюда в консоль и говорю у нас же там вся какая-то база есть да а мы хотим чтобы в ней что-то изменилось значит нам нужно выполнить два действия подготовить миграцию и выполнить миграцию так все знают что такое миграция утки на юг это миграция а база меняется это тоже миграция да поэтому мы забираемся говорим hp bin ops bin console дальше make migration подготовить миграцию и он говорит у вас вы создана в папке migrations миграция ну если вам интересно конечно я могу показать что из себя представляет миграция это некоторый финализированный класс у которого написано что нужно создать те вещи которых на данный момент которые на данный момент отсутствуют на каждое изменение базы получается у вас будет своя миграция и вы можете сможете потом в дальнейшем между миграциями туда-сюда бегать и возвращать базу к той версии которая вам нужна то есть гид не всегда для этого удобно использовать а вот миграция очень удобно ну и теперь осталось сделать непосредственно что выполнить саму миграцию миграция выполняется тоже командой phpbin консоль doctorin а вот дальше migrations migrate ну вот как-то так и если я все правильно сделал да я все правильно сделал он спрашивает ты точно подумал об этом Алексей быстрее сказать да и все он говорит мы сделали то что ты хотел я забираюсь в нашу базу и говорю юз дебины шоу ты что там у тебя а он говорит у тебя там букс я говорю дэскбук а он говорит вот у тебя все есть я говорю да 5 же 25 моя жизнь как разработчика она с этого момента не будет прежней потому что создавать вручную таблицу или вот так вот доктрины развернуть из класса все если что-то у меня в классе поменяется я сделаю очередную миграцию опять изменится моя таблица конечно там не все всегда бывает идеально но тем не менее и таким образом у нас есть что букс у нас есть класс букс репозитори который связывает нас с базой и нам предлагается уже сам букс репозитори заполнять всякими запросами реализовывать там нужны нам выборки и так далее и так далее и так у нас за 40 минут какие мы выводы можем сделать а во-первых препод что-то там устанавливал 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 потом бах и уже оказалось что рест работает в принципе сам рест устанавливается и настаивается несложно но подстава заключается в том что сами операции вот эти вот в контроллере пост патчи все остальное вот здесь вот нам нужно прописывать и реализовывать как вручную то есть вам нужно создать порт для создания новой книги там удаление книги обновление книги и в этот момент вы можете или даже должны я бы сказал почувствовать грусть вы почувствовали грусть даже молчание это тоже грусть своего рода да и вот у нас в чате тоже грусть да ну-ка да у нас даже некоторые отвалились из чата да наполнить контроллер смыслом говорит Дмитрий точно вот ну наше занятие было не просто бы нашим занятием если бы припад короче я хочу вас кое чем удивить то что раньше я никогда не показывал на занятиях оказывается для любителей и фанатов для любителей и фанатов всяких там мощных систем симфонии других вещей есть такая мощная платформа которая называется API платформ если говорить кратко это фреймворк который основан на симфонии на реакте и который ну просто как настоящий комбайн перемалывает все что вы ему скамливаете создает рест игра вкуэли там чего угодно ну просто когда вы его видите и вникаете немножко вы теряете самообладание какой он крутой неделю назад я еще не был с ним знаком но этих два бессонных дня изменили мое отношение зацените как работает эта штука итак первым делом я хочу установить этот фреймворк дабы убедиться что я могу им пользоваться для того чтобы фреймворк установить нам понадобится очередной кампус обратите внимание на то какой он лаконичный вы просто говорите require API раз ну некоторое время конечно нужно подождать тут ничего не поделать когда вы установите у вас вендоре появится дополнительная вот здесь вот папочка она будет называться что-то там API платформ скорее всего мы сейчас с вами отследим этот момент вот она API платформ сейчас очевидно осталось почистить кэш приложение все будет нормально немножко он замедливает конечно вот здесь сейчас так вот все почистил да вот а теперь смотрите что давай 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 а теперь смотрите что мы здесь делаем мы скажем что мы опять создаем сущность но не просто так скажем что мы создаем сущность для или как бы для ну да для для описания ресурса API ну такое маленькое небольшое дополнение параметр он у нас начинает спрашивать все то же самое ну чтобы у нас были отличия я скажу что это будет букс 2 вот он создал букс 2 и букс 2 репозитори также он мне просит новые свойства мне лень на самом деле новые свойства создавать поэтому скажу что у меня будет только строка раз вот и в принципе даже все то есть я больше даже ничего не хочу у меня в SRCE появляется нет не вот так в SRCE в NT Team вот здесь вот букс 2 пички вот они ID title и в принципе все то же самое но добавляются новые вот здесь вот во-первых использование нового пространства имен а во-вторых новые комментарии ну и это все не самое интересное теперь когда вы это делаете мы должны на основе сущности еще раз построить базу вот здесь делается эта команда и доктрина схема updateforce забейте это не нужно и когда все получится команда showtables покажет что у нас уже две таблицы две таблицы две таблицы вот он эта таблица ну и не это самое интересное самое интересное вот это из чего все было настроено когда мы зайдем с вами не на адрес букв который у нас был а на адрес API то вы обнаружите что у вас будет вот такая вот штука уже со всеми настроенными урлами уже все там будет внутри и создание книги и удаление книги вам ничего не надо палец о палец ударять поскольку там уже нас поджимают из коридора я хочу продемонстрировать как создать новую книгу и как смотреть как с ней работа происходит я беру и говорю вот пост попробовать эту команду тут вот написать что-нибудь там PHP 7 это моя книга по PHP условно нет у меня книги по PHP я говорю execute раз создал книгу он вот здесь вот пишет код 201 ну вот оно создано хорошо как-то насчет книгу книги по react react javascript опять execute он говорит хорошо я забираю в базу вот сюда выбираю все из books 2 а он говорит вот у тебя эти две книги 525 я говорю не может быть агент запрос что тоже сработает открываю гет запрос говорю попробовать говорю execute он говорит вот у тебя эти два книги PHP 7 и books books 2 то есть мы буквально двумя командами там тремя создали полностью работающий рест абсолютно рест подход который и json переваливает и json ld и xml и все что хотите конечно много фишек еще тут не затронута аутентификация там авторизация не знаю там про токены мы вообще даже не заикались вот я очень рад что успел вам рассказать в целом про проблему про рест и про симфон и успел показать как работает API платформа последнее совсем вдогонку если бы мы не хотели второй раз сущность создавать зачем дублировать еще раз одну сущность то вы могли сделать вот так вот забраться из букса 2 скопировать вот этот вот use и вот сюда в букс 1 и из букса 2 скопировать вот этот API ресурс вот сюда если вы так сделаете то даже простое обновление вашего чего вашего вот этого API по-хорошему приведет к тому что будет теперь и бук и бук и букс и букс 2 уже две точки входа у вас хотите пользователей заказы товары что-нибудь еще там машины расчеты успеваете только создавать новый API и все у вас будет в журе друзья я благодарю вас за внимание меня подгоняют у нас время семинара подошло к концу огромное всем спасибо за внимание вопросы всегда можно задать по телефону центр специалист подписывайтесь на наш канал на специалист TV подписывайтесь на мой канал будьте на связи если же у вас будут вопросы пишите в группе вконтакте на канале слушатели кто в аудитории могут успеть задать вопросы но правда уже в коридоре всем спасибо и пока